Девушки отдыхают Праздники острых ощущений. Ну что ж, раз захотели, получите на Новый год уголовную статью за употребление наркотиков. 29 декабря узнали, что некий подонок с весьма говорящей фамилией Козлов изготавливает и продает дизаморфин. Вроде уже пора за елками ехать и поздравлять родственников, но подумали, что за новогодние праздники эта скотина еще немало людей может спровоцировать, и приделали эту смесь козла с крокодилом. При нем два шприца с наркотиками. Как минимум двоим, хоть чуть-чуть, но продлили жизнь. 4 января закрыли крокодиловый притон на улице Бульвар Культуры, 22, квартира 64. Хозяин уже находился под подпиской за организацию притона. Раз тупой, то поедет учиться жить по распорядку. Тут же его родной брат колется в пах, недавно перенес операцию на том самом паху. Видимо, что-то крокодил ему уже откусил, но ничего не учит. Тут же еще одна семейка, наркоманка, а с ней и брат родной, и муж. Всей семьей хотят сдохнуть от крокодила. Также 4 января притон на улице Белимбаевская, 30А, квартира 75. Хозяйки квартиры не было, только ее приятель в компании с крокодилом. 7 января совместно с отделом Немедовственной охраны Орджоникидзовского района приделали маковый притон по адресу улица Бульвар Культуры, 13, квартира 30. Жуткий бардак, по квартире вперемешку с детскими игрушками валяются шприцы. Хозяин пытался отмазаться. Мак давно здесь варишь? Нет. Недавно? Я не варил. А кто варил? Ванни был, не знаю. Ох, негодяяя, зашли в гости и сварили у тебя мак? Подонки, как они могли? Откуда ты их знаешь-то? Все случайно к тебе слушают? Я как-то случайно. Вот Игоря только знаю. Игоря только знаешь? Я не знаю, первый раз видишь. Первый раз видишь остальных, да? Я голову мыл. Он как булочки смакал. Так ты что, полгода голову-то мыл что ли? Или что? Нет. Залип на три дня в душу ты что ли? Пытался рассказать, что пока он мылся, через окна и вентиляцию залезла куча крокодилов, и они раскидали здесь шприцы. Никто ему не поверил, прилип за притом, будет камере байки травить. 9 января совместно с Шкаловским ГОМ задержали весельчака говнокура. Чернов Михаил Михаилович. Он, как и все безмозглые кайфажерки, начал тупить. Учился в синхе, занимался компьютерами, вся жизнь была впереди, ради чего он все это сломал. Совместно с отделением уголовного розыска Железнодорожного района приделали торговцы героином. Липин Вадим Михаилович. Редкая скотина, даже когда прилип у себя дома с героином, все равно пытался спихнуть все на своего товарища. Героин-то кому из вас трех принадлежит? Ну? Вот Вячеслав. Вячеслав тебе, да? Нет, нет. Я зашел сюда так же. Героиновые наркоманы вообще редкостные скоты и трусы. Как всегда, все рассказали, только когда выключили камеру. И в тот же день, только несколько позже, по информации, догадайтесь кого, наши парни совместно с отделением уголовного розыска Железнодорожного района при продаже 53 грамм героина приделали цыгана-людоеда. Ездил и продавал героин с беременной женой. Оба нигде не работают, живут на деньги, вырученные за убийство героином наших русских детей. Прошло несколько очень успешных операций по героину. Надо сказать, что весь героин по-прежнему идет из Таджикистана, завозят его именно граждане Таджикистана или этнические таджики. Основная торговля героином сейчас осуществляется именно цыганами, потому что героина стала меньше, и он сконцентрировался именно в таких кланах цыган-наркоторговцев. Они осуществляют торговлю по всей Свердловской области. Значит, у нас операция была, вообще пошла с Уралмаша, задержали бегунка, такого Липин Вадим, 83-го года рождения. Ну и выяснилось, что он берет у цыган. Причем торговал достаточно концентрированным героином и недорого. И вокруг него куча нарколых. Вот, но он цыган сразу сдал. И когда начали работать по цыганам, а работали с железнодорожными милиционерами, такие порядочные, сильные парни работают там, и задержали на улице Пархоменко цыгана Александра Вишнякова, 84-го года рождения. Цыган этот в свое время, в 2007 году, за Гашиш получил 4,5 года лишения свободы и совсем недавно освободился. Как только освободился, сразу же начал торговать наркотиками. Одновременно с ним торговала наркотиками его жена. Но я думаю, что и не прекращали там. Он сидел на 47-й, на 47-й всегда цыгане прямо из Каменской колонии торговали наркотиками. К слову сказать, администрация 47-й колонии должна понимать, если цыгане из лагеря торгуют наркотиками, это не они торгуют, это они торгуют вместе с представителями администрации. Ну, чтобы ни у кого не было иллюзий. 10 января по сообщениям на пейджер 002 абонент без наркотиков, узнали, что возобновилась продажа героина с адреса улица Дунайская, 67. Ранее мы уже сажали цыганку с этого адреса. Она только освободилась и сразу начала торговать. Нашли под нее закупщика и... Эта жаба, видно, что-то почувствовала и послала дать героинь своего внука, который прилип со 100 граммами героина. Чайповский Ян Михайлович. Наркотики употребляем? Сам, да. Какие? Наркотические. Наркотики наркотические, а как называются наркотические наркотики? Героин. Героин? Как, куришь, нюхаешь? Куришь? Курию. Куришь, да? Да. Задержан сегодня, понимаешь, за что? Да. За что? За наркотики. За какие наркотики? За героин. Сколько у тебя там героина было? Сто грамм. Сто грамм? Где брал? Ребят. У каких? Что езжали, ребят? Русские, не русские? Русские, как зовут? На чем ездят телефоны? Он начал врать про каких-то парней, которые ему привозят героин. Вдвоем, да еще и в долг дают. Врет, но что-то надеется. Но зря. Скоро весь этот вонючий клан будет сидеть вместе с ним. По сообщениям на пейджер узнали, что по улице Софьи Перовской, 107, квартира 225, заработал крокодиловый притон. Приехали не совсем удачно. Крокодилы разбрелись. Хозяина встретили в подъезде. Правда, он побеспокоился о том, чтоб мы не съездили зря. При нем обнаружили курительное дерьмо. Все равно прилип. Не за одно, так за другое. Вот так прошли у нас новогодние праздники. Некоторые операции по наркоторговцам еще в процессе. Поэтому пока мы о них не рассказываем. Обязательно сообщим позже. Будем и дальше работать. Всем привет. Берегите свою жизнь и здоровье. Также напоминаем о нашем пейджере 002 абонент без наркотиков. Телефон 8 953 400 953. Сообщайте о фактах и местах наркоторговли.